Сибирский снайпер Здравствуйте! Начнем с хоккея. Разгром в Сочи Сибирь не смогла увеличить количество выигранных матчей к ряду до трех, бесславно уступив сочинцам на их льду. После нелегких, но все же побед над Кузней и Нижегородским торпед оказалось, что хоккеисты Сибири преодолели черную полосу, которая последовала их на протяжении четырех матчей подряд. Однако игра в Сочи это опровергла. После первого периода новосибирцы уступали со счетом 0-2, сначала пропустив гол в исполнении Эрика Оделла, а затем Сергея Кузнецова. Защитник Леопардов отправил шайбу четко под перекладину, но чтобы определить, побывала ли она в сетке ворот Салака или отскочила от каркаса, судям пришлось прибегнуть к видеопросмотру момента. Шайба пересекла линию ворот. Вот с тех камер, которые мы видели, непонятно было, где же она пересекла. Да. Уже 0-2, увы. Проигрываем пока. На второй период новосибирцы вышли более заряженными. Как результат, гол Алексея Скобелки в начале 20-ти минутки. Свою третью шайбу за Сибирь форвард забросил после красивого прохода Степана Санникова. Но развить свой успех новосибирцы не смогли. Павел Поданкин пропихнул шайбу в ворота Сибири. А попытки Александра Салака доказать судям, что за мгновение до этого с него слетел шлем и шайбу нужно отменить, привели лишь к дисциплинарному штрафу, выписанному Чеху из-за его излишней горячности. До перерыва новосибирцы пропускают еще и к третьему периоду на табло горит 1-4. В заключительном отрезке матча новосибирцы снова пропускают две. Теперь ворота защищает уже Алексей Красиков и отвечают лишь одной шайбой. Итог 26. Крупный проигрыш в Сочи. Спасибо. Сейчас было со стороны Сочи. Поймали кураж. Много получалось, много заходило в наши ворота. Про нашу команду я такого сказать не могу. Будем делать выводы и идти дальше. Мы без ключевых защитников играем весь сезон практически. Я уже сказал, у соперника все получалось. Мы, наверное, не смогли восстановиться после сложного матча в нижнем. Практически все матчи играем в три звена. Кроме потерянных очков в Сочи Сибири лишилась еще одного игрока. Дамир Жафяров получил повреждения во время матча и не сможет принять участие в ближайшие встречи. Зато Лазарет покинул Владимир Бутузов, который пропустил начало сезона. Их лишили участия в главных стартах четырехлетия Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но они не опустили руки. Новосибирские пары-фехтовальщики на колясках стали победителем чемпионата мира, который прошел в Нидерландах. В состав сборной России вошли пять новосибирцев. Это Максим Шабуров, Виктор Дронов, Никита Трофимов, Александр Недобойко и Александр Гончарова. Лучшего результата добился Максим Шабуров, который стал победителем сразу в двух видах оружия. В шпаге и рапире возрастной категории до 23 лет. В турнире саблистов также переносовал новосибирец Виктор Дронов. Про зафехтование на рапирах в категории до 17 лет у Никиты Трофимова. Остальные представители нашего региона в число призеров не попали, однако смогли войти в десятку лучших пары-фехтовальщиков мира. Всего сборная России завоевала пять золотых, три серебряные и шесть бронзовых медалей, заняв первое общекомандное место. Следом команда Италии замкнула тройку лидеров сборная Грузии. И в завершении выпуска Новосибирск на ближайшие 10 дней станет шахматной столицей России. Следующие гроссмейстеры страны разыграют партии в стенах Краеведческого музея. Суперфинал – это главное личное соревнование в российском шахматном календаре. Конкуренция очень высока. Попасть в число 24 гроссмейстеров, которые разыграют звание сильнейших в мужском и женском турнире, не так просто. А тот факт, что 14-й чемпион мира Владимир Крамник и действующий претендент Сергей Корякин ни разу не выигрывали суперфинал чемпионата России, говорит сам за себя. Новосибирскую область на турнире будет представлять Дмитрий Бочаров, действующий чемпион страны по блицу. Общий призовой фонд суперфинала в 9 миллионов рублей. Соревнования проходят по круговой системе в 11 туров. К тому же гроссмейстеры в рамках турнира проведут сеанс одновременной игры со всеми желающими. В выходные дни, как и в те времена, в старые, пройдут сеансы одновременной игры с нашими гостями. Для большого количества любителей шахмат в Новосибирске будут задействованы, наверное, сотни человек. Каждый желающий может встретиться в сеансе одновременной игры с гроссмейстерами. Пройдут дополнительные соревнования для старших школьников, для младших школьников, для ветеранов, студентов и так далее. То есть суперфинал это не только чемпионат страны, его основная функция выявить сильнейшего все-таки это же спорт. Но и большой, конечно, спортивный, культурный праздник для огромного количества любителей шахмата. В следующих выпусках нашей программы мы обязательно расскажем вам о ходе турнира. А на сегодня все. Смотрите спорт-обзор и будьте в курсе самых интересных спортивных новостей региона. До встречи на ЛТС. Редактор субтитров А.Семкин